спасибо большое за донат 5 3 2 311 так ну что доброго времени дорого так сегодняшнее видео будет полностью посвящено истории ни одному из самых неоднозначных с точки зрения оценок явления второй мировой которая известна под общим наименованием ленд-лиз причина по которой я решил за это взяться довольно просто несмотря на достаточно обширную изученность вопроса и и доступности соответствующих источников в нашем обществе до сих пор существуют дискуссии на тему значимости ленд-лиз за его истинных целей а также общего вклада в победу союзников над общим врагом представители одного лагеря утверждают что без помощи союзников не было бы вообще никакой победы ибо ее вклад в общее дело настолько огромен что не поддается никакой оценке их оппоненты противопоставляют то что как таковая помощь была более выгодна самим союзникам общее ну возможно эти и другие правы поставок не имел хоть какого-то решающего значения и вообще варьируется на отметке в 4 процента до эти оценки абсолютно полярные и в каждой из них считаю необходимым досконально разобраться они на самом деле не совсем полярны вязаны подобные оценки также и с тем что в нашей системе исторического образования в таком ленд-лизе либо вообще никак не упоминается либо упоминается максимально обобщенные невнятные принципе в этом легко убедиться вспомнив курс школьной программы или провести актуальных учебников по истории в данном видео я постараюсь охватить как можно больше объем все необходимые информации и ответить на самые распространенные вопросы заблуждения зачем в принципе был нужен этот закон что он предполагал какова была номенклатура поставок как ссср расплачивался и даже откуда взялась цифра в 4 процента к моменту вступления сша во второй мировой войну на стороне союзников на различных фронтах ведение боевых действий складывала следующая обстановка франция капитулировала после решительного блицкрига немецких войск и впоследствии была оккупирована германии и италии английский экспедиционный корпус не смог помочь франции и был вынужден отступить морем из окруженного дюнкерка в рамках самой масштабной спасательной операции к зиме 41 года англия была окружена морской блокады и в стратегическом плане проигрывала битву за атлантику после внезапного нападения гитлера на ссср немецкие войска смогли быстрыми темпами занять все приграничные территории осадить ленинград что впоследствии приведет к его блокаде и под я присоединюсь к индийскому к его тексту прекрати я сейчас обосрусь от смеха москве япония как союзник гитлера на востоке провела успешную кампанию по аннексии большей части китая установила марионеточное правительство маньчжурии а после неудачных попыток вторжения в ссср битвы при хасане и халкинголе сосредоточилась на укреплении военно-морского флота и захвате островов тихоокеанского бассейна вместе со всеми колониями стран союзников с целью оказать поддержку своим стратегическим и торговым партнером правительство соединенных штатов разработала план поэтапных поставок различных военных продовольственных и вспомогательных ресурсов своим основным союзником именно так 11 марта карту еще раз хочу разглядеть чуть поинтересно ангельская детства и вспомогательных ресурсов своим основным именно так 11 марта 41 года конгрессом был принят закон по обеспечению защиты соединенных штатов который вошел в истории под общим наименованием лэнд-лиз закон о лэнд-лизе в буквальном переводе лэнд-лиз это одолжить в аренду предусматривал предоставление нуждающимся странам ресурсов на взаимовыгодных условиях поставлены ресурсы военного назначения требовали частично денежной компенсации в то время как потерянные в ходе боевых действий списывались и оплате уже не подлежали поставленные ресурсы гражданского назначения в случае использования их после войны оплачивались полностью на основе долгосрочных кредитов случае необходимости оставшиеся в строю военная техника или оборудование должны быть возвращены обратно в сша после получения соответствующего запроса также был предусмотрен обратный лэнд-лиз по которому союзники должны были предоставить армии сша полную инфраструктуру внутри своего государства для обеспечения комфортных условий пребывания американских военных подобное соглашение было заключено с великобританией австралии и новой зеландии первоначально в программу лэнд-лизы были вовлечены только страны британской империи и китай 1 как основной торговый и стратегический партнер в европе 2 как основной сдерживающий фактор растущей японской экспансии в восточном регионе и мы на открытое предоставление помощи китаю вкупе с последующим за этим введением эмбарго на поставку японских нефтепродуктов станет решающим фактором агрессии японии против своего основного конкурента в тихом океане американское правительство откровенно говоря не особо спешила помогать советскому союзу после начала активных боевых действий в июне 41 года причине их недоверия к советской внутренней внешней политики однако президент рузвельт настаивал что каждый враг сражающийся с нацизмом должен получить американскую помощь и начал продвигать в конгрессе включение ссср в этот закон до официального одобрения на условиях кредитования были выделены ресурсы в размере 50 миллионов долларов который предполагалось доставить союз как можно скорее этот так называемый при ленд-лиз не войдет в общий объем выделены союзниками помощи из-за него ссср расплачивался отдельно окончательное одобрение наступило только в ноябре 41 года и по общему объему поставок за все время войны из 42 стран участниц закона ссср занимать второе место после всех стран британской империи общий объем и номенклатура поставок в ссср варьировалась зависимость от текущей ситуации на фронте так с конца 41 года и весь 42 год наибольшим приоритетом была доставка непосредственно военных ресурсов для переброски на фронт бронетехника автомобили вооружение боеприпасы начиная с 43 года поставки стимулировали внутренней производственной мощности и в основном представляли собой вспомогательные материальные ресурсы топлива цветные металлы заводские станки и так далее а также продовольственные медицинские ресурсы ближе концу с одной стороны может быть и правильная мысль от цветочка по поводу того что разные режимы являются насильническими и угнетательными одних в угоду другим с другой стороны очень глупо называть все это фашизмом потому что у слова фашизм есть вполне конкретное определение и это название конкретного режима сторону гражданской необходимости строительное оборудование материала для последующего восстановления разрушения после войны но это только приоритеты надо понимать что по ходу всей программы ленд-лизы на протяжении всего времени войны приходили грузы всех необходимых типов просто в разные периоды варьировалась их процентное соотношение исходя из заказов обозначенных заинтересованной стороной то есть ссср 93 с половиной процента всех поставок были осуществлены через три основных маршрута тихоокеанский маршрут от западного побережья сша до дальневосточных портов ссср принял на себя почти половину всех поставок 47,1 процента из-за действующего нейтралитета между японией и советским союзом все поставки могли осуществляться только кораблями под советским флагом однако и это не всегда было безопасно морская часть пути по этому маршруту занимала от 17 до 20 суток после чего грузы отправлялись по железной дороге в нужной точке страны трансранский маршрут от восточного побережья сша сиранский залив по суше через иран и снова морем по каспию в ссср обеспечил четверть всех поставок но в то же время был самым протяженным только морская часть маршрута занимала порядка 75 дней для наиболее выгодного использования наземной части маршрутов занятым советскими и британскими войсками иране была создана инфраструктура проведена масштабная модернизация морских портов создана сеть железных дорог были построены заводы автомобильные и военные техники для непосредственной отправки в ссср из ирана самым опасным но в то же время самым быстрым способом доставки грузов были арктические конвои идущие по маршруту великобритания или исландии через северно-ледовитый океан в незамерзающие баренцево море на котором уже стояли северные порты ссср морская часть маршрута занимала около двух недель но была сопряжена наибольшей опасностью из-за активных действий германских ввс и подводным всего за время действия программы арктических конвоев великобритания потеряла 85 торговых и 16 боевых судов с более чем тремя тысячами человек на них самым печально известным был конвой пикю 17 который потерял 23 корабля из 36 но несмотря на интересное видео не значит комментируем было доставлено пятая часть всех поставок прошу сам в италии нацизм в германии ну слушай нацизм все-таки уже гораздо гораздо больше в себя включает понятий сейчас с учетом протяженности одних маршрутов и высокой опасностью других я думаю как минимум неуместно обвинять союзников в намеренной медлительности при доставке важных военных ресурсов программа ленд-лиза была обоюдовыгодна как для ссср так и для сша советский союз получал возможность закрывать иностранными поставками то есть короче просто обычно вот этнический национализм именно агрессивный его тоже кратко называют нацизм это же не только название краткое название национал социализма немецкого собственные дефицитные позиции а также перебазировать свои при фашизм это достаточно конкретно страны чтобы в дальнейшем выпускать огромное количество всего необходимого для нужд армии соединенные штаты в свою очередь получили возможность мобилизовать свой трудовой фронт обеспечив загрузку собственных производств и выиграв необходимое время для подготовки уже своей армии которая в дальнейшем будет воевать на тихом океане и западной европе далее будет подробно представлена номенклатура наиболее важных поставок по ленд-лизу с учетом значимости их влияния на ход войны в конкретный исторический отрезок в первые годы войны ссср столкнулся с наступательными силами механизированные военные машины вермахта и борьба с танками противника была одной из приоритетных задач противотанковые ружья и орудия не всегда справлялись с броней вражеской бронетехники многие танки собственного производства уже не отвечали актуальным требованиям идущих боевых действий всего заготовой войны по ленд-лизу и сша и великобритании было доставлено 12700 танков что составило 16,3 процента от общего количества выпускаемый в ссср бронетехники несмотря на небольшой процентный показатель значимость этих поставок сыграла не менее важную роль во-первых каждый доставленный по ленд-лизу танк был оснащен радиоаппаратурой что существенно улучшало коммуникацию и помогало лучше координировать действия в бою образцы радиоаппаратуры копировали советскими инженерами и ими оснащались уже советские танки во вторых иностранные танки позволяли закрывать проблемы на участке фронта когда на них не хватало советской техники самые тяжелые этапы битвы под москвой около 30 процентов все поступающие на фронт техники составляли присланы арктическими конвоями британские танки системой матильды и валентайн британский тяжелый танк черчилль был прислан только в количестве 300 экземпляров но во время курской битвы это был единственный танк лобовая броня которого могла выдержать попадание немецкого тигра самым же массовым иностранным танком в пользовании ркк был американский м4 шерман доставлены в количестве трех тысяч шестьсот шестьдесят четырех штук в третьих помимо боевых машин а танковых шоссе поставлялась еще и инженерная техника тягачи минные тральщики моста укладчики передвижные ремонтные мастерские конечно сейчас в позиции сравнительного анализа ттх присланы техники с аналогичной советской созданный в этот же период времени некоторые вольно рассуждают что союзные танки были гораздо хуже и вообще нам присылали списанную и неактуальную технику хотя фактически союзники присылали нам то на чем воевали сами и даже если эта техника по ряду параметров было хуже советской немецкой это никак не умаляет желание союзников помочь особенно с учетом приведенных выше однозначных плюсов этих бронемашин поставки авиатерин забавно что написано не на и с ним нету и ссср а типа ту раша сыграли свою роль пусть и не совсем однозначную с одной стороны это помогло решить вопрос нехватки самолетов первые месяцы войны вызванные точечными ударами вражеской авиации по приграничным советским аэродромом с другой стороны первые поставки британских самолетов представляли на россии которые существенно уступали немецким мессершмитт бф-109 однако на момент начала войны основным советским истребителем был довоенный и 16 который по основным качествам сильно уступал британскому самолету самым массовым истребителем ленд-лиза по праву является американский п-39 более известный по советской классификации как аэрокобра которые были доставлены в количестве 5000 боевых машин это половина всего того количества что были за то же время произведены в сша второй по результативности советский летчик александр иванович покрышкин летая с весны сорок третьего года на аэрокобре записал на свой счет 48 вражеских самолетов доведя количество личных до 59 из числа доставленных по анализу самолетов следует отметить американский и 20 бостон который в изначальной классификации а первый интересно кто был носился классу на чем летал на советских боев на восточном фронте в основном использовался как бомбардировщик по эффективности и 20 сильно опережал основной советский аналог п-2 кроме всего прочего важно учитывать что каждый иностранный самолет имел отапливаемую кабину и радиоаппаратуру чем не мог похвастаться каждый советский самолет всего же в советский союз пол андризу было доставлено 22 тысячи 150 самолетов 12 процентов от отечественного производства хуже в ссср обстояли дела с колесными и пол гусеничными бронетранспортерами свыше 6000 образцов этой военной техники сто процентов от общего количества выпущенных по ссср ну кстати да 2 3 4 по эффективности тут у них есть среди самолетов на которых они воевали п-39 аэрокобра разведывательный броневтомобиль м3a1 scout которых за все время было доставлено 3034 машины приписывался механизировано бронетанковым ротом и отлично подходил для первичной разведки местности более тяжелые пол гусеничные образцы на базе бронетранспортеров от м2 до м9 включительно находили различное применение на полях битв восточного фронта в артиллерийских соединениях иностранные бтр использовали для транспортировки тяжелых пушек и гаубиц до иностранных поставок за это отвечала либо конная тяга либо не предназначен для этого гражданские тракторы в танковых соединениях бронетранспортеры приспосабливали под передвижные командные пункты способные перевозить офицеров чтобы непосредственно из машины координировать действия бронетанковых войск на базе btr m3 создавались высокомобильные соус у-57 способные быстро менять позицию и вести беглый огонь по противнику на базе btr m5 создавали зенитные своим 17 вооруженные четырьмя пулеметами калибра 12,7 миллиметра которые были грозным оружием не только против вражеской авиации но также против пехоты и легкой бронетехники решающую роль в исправлении низкой мобильности красной армии сыграли присланы пола бардачок для лодки грузовых и легковых автомобилей военного назначения что составило 163 процента от общего числа выпущенных в ссср самый массовый американский грузовик судбейкер us-6 в рядах советской армии находил огромное множество применений тресла транспортировки больших соединений пехоты легкой артиллерии грузов снабжения знаменитой системы залпового огня цветочек грузовики в то время как образцы на советских машинах по большей части были потеряны еще в начале войны несмотря на то что производство автомобилей в ссср в этот период не прекращалось важно учитывать что советские автомобили не были специализированы под военные нужды в отличие от присланы к сша среди прочих единиц боевого вооружения по ландизу было доставлено 8000 зенитных орудий около 5000 противотанковых орудий около 13000 пистолетов свыше 8000 винтовок и 135 тысяч единиц автоматического стрелкового вооружения пистолетов пулеметов и пулеметов несмотря на то что иностранные образцы вооружения технологически не превосходили советские решающее значение поставок этих образцов приходится на первые месяцы войны когда формированный в целую части острано ждали с вознащения собственное производственной мощности еще не набрали обороты в дальнейшем в поставках легкого стрелкового вооружения не было устрой необходимости производственной мощности советского союза прекрасно с probabilλη со с назначением software интересный видос но он по сути такой, он как бы не... Он тебе ничего не впаривает, он просто констатирует факты какие-то. В то время как воюющие на Тихом океане солдаты-союзников больше нуждались в подобном комплектовании. Огромную роль в снабжении войск, соединении вооружения, продовольствием и даже свежим пополнением личного состава играют железные дороги. Именно поэтому контроль... Вот даже жалко, что на таком видосе 4000 просмотров. Просто вообще жесть. ...более важных железнодорожных узлов и разъездов давал существенное стратегическое преимущество контролирующей стороне. Соответствующая номенклатура поставок по ленд-лизу значительно помогла исправить существующий дефицит. Общей сложности в пользование советской армии было доставлено. 1981 паровоз, 66 дизель-электровозов, 11 075 вагонов, 622 100 тонн рельсов. Не последнее место в номенклатуре поставок играли различные средства связи. 80% всего радиооборудования, помимо того, что уже находилось в присланной технике, было доставлено по ленд-лизу. По большей части, именно отсутствие соответствующих средств связи для обеспечения должной коммуникации между подразделениями стали основной причиной высоких потерь в первые месяцы войны. Всего же за время войны в Советский Союз было доставлено 35 800 радиостанций, 9 451 радиостанция для советских истребителей, 2 миллиона километра телефонного кабеля, 2,5 миллиона телефонов, 200 телефонных станций, 445 радиолокаторов. Поставки ресурсов военного назначения не только оказывали существенную поддержку действующей армии непосредственно на передовой, но также сильно стимулировали советские производственные мощности таловых предприятий. 2,1 миллиона тонн, доставленных по ленд-лизу нефтепродуктов, позволили увеличить общий объем производства авиабензина в 15 раз. Со 110 тысяч тонн в год в 41 году до 1 миллиона 670 тысяч тонн в год в 44 году. 628,4 тысячи тонн чистого авиационного бензина и 737 тысяч тонн бензина светлых фракций суммарно составляли почти 2 трети всего топлива, которыми заправляли советские самолеты. 295 тысяч тонн взрывчатых веществ, не считая 127 тысяч тонн пороха, составляли 53% от общего советского производства за аналогичный отрезок времени. Не уступали по количественным показателям поставки цветных металлов и сплавов. Медь, без сплава, с которой невозможно изготавливать артиллерийские снаряды и патроны, была доставлена в количестве 400-4 тысяч тонн. Алюминий, основной материал для самолетостроения, был доставлен в количестве 301 тысячи тонн. Кроме того, без алюминия невозможно создать двигатель Т-34 из самого массового танка Второй мировой войны. Других не менее важных металлов и сплавов было доставлено улова 29 тысяч тонн, кобальта 470 тысяч тонн, стали 2,8 миллионов тонн. Помимо очевидных военных и ресурсных поставок, по лендеризу было получено множество товаров первой необходимости. 15 миллионов пар армейской обуви, 106 тысяч тонн хлопка, 96 тысяч тонн шерсти, 49 тысяч тонн кожи, 1,5 миллиона теплых одеял, 257 миллионов пуговиц. Пуговицы, бля! Значительно помогли решить вопрос не только военного обмунтирования, но и снабжения тыла. Практически все антибактериальные препараты, сульфаниламида и пенициллины, которые существенно помогали лечить раненых советских солдат, были поставлены по лендеризу. Неоценимый вклад армейского и гражданского снабжения лежит на иностранных поставках продажа. Ну это все мощно, ну то есть надо понимать, что это все-таки кредит, который выплачивался потом, не знаю, сколько лет? 60, 70? Ооо, жизненно необходимое! Неоценимый в армейском федеральном университете имени Ломоносова супруна Михаила Николаевича при переводе всего-то ножа продовольствия в калории только за счет присланных по лендеризу продуктов питания можно было бы кормить 10-миллионную армию в течение 1688 суток. Для тех, кто не в курсе, Великая Отечественная война шла 1418 суток. В этом контексте значение иностранного продовольствия не поддается оценке, потому что собственные продрезервы были зарасходованы в начале войны, а большая часть плодородных территорий Украины, Северного Кавказа и Черноземья были либо оккупированы, либо разорены и, как следствие, не могли накормить многомиллионную советскую армию и мирных жителей. Дефицит собственного продовольствия оказался настолько очевидным, что к 1944 году общий объем поставленных по лендеризу продуктов питания составил 25% от общего количества поставок. Дошли ли до нас какие-нибудь свидетельства того, как оценивали значимость иностранных поставок их современники? Определенно да. Например, Жуков в частной беседе, которая была в году публикации А, сыр его не выплачивал, выводила только Россия, это только честное. Так оценивал роль ленд-лиза. Вот сейчас говорят, что союзники никогда нам не помогали. Но ведь нельзя отрицать, что американцы нам гнали столько материалов, без которых бы мы не могли формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну. Получили 350 тысяч автомашин. Да каких машин? У нас не было взрывчатки, пороха, не было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. А сколько они нагнали листовой стали? Разве мы могли бы быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью? А сейчас представляю дело так, что у нас все это было свое возобилие. Так отзывался о помощи союзников Хрущев в своих мемуарах. Почти вся наша артиллерия была на американской тяге. Как-то уже после смерти Сталина я предложил, давайте все машины, которые производим, дадим нашим военным, потому что просто неприлично смотреть. Идет парад, а тягачи американские. Почти вся наша военная техника, которая стояла в ГДР, тоже была на американских судебекерах. Это неудобно, это для нас позор. Уже столько лет прошло, как кончилась война, а мы все еще ездим на американской технике. Даже Сталин в своей поздравительной речи на дне рождения Черчилля открытым текстом заявлял, что без поставлявшихся по ленд-лизу машин СССР не смог бы одержать победы в той войне. Конечно, сейчас многие говорят, что это было преувеличение. СССР не смог бы одержать победы в той войне. Конечно, сейчас многие говорят, что это было преувеличение и вообще все эти высокопарные речи не более чем просто политика. Но если тогда советские официальные лица высказывали благодарность хоть в какой-то форме, ну-ка, 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 просто политика. Но если тогда советские официальные лица высказывали благодарность хоть в какой-то форме, то в дальнейшем отношение к иностранной помощи стало резко меняться. Долгое время, из-за опыта и политической обстановки и начавшейся холодной войны, в отечественной историографии роль ленд-лиза либо сознательно преуменьшалась, либо же не упоминалась вовсе. Так, в краткой истории Великой Отечественной войны факт иностранной помощи учитывается, но оценивается следующим образом. В целом, эта помощь не была сколь-нибудь значительной и никак не могла оказать решающую влияние на ход Великой Отечественной войны. Всего же, по общим оценкам советских историков, объем помощи союзников за все время войны оценивается ими в размере 4%. Методология выявления этого значения до сих пор вызывает ряд вопросов. Доподлинно известно лишь то, что впервые к этому числу пришел председатель Госплана Николай Вознесенский в работе «Военная экономика СССР в период Отечественной войны». Автор, выставляя США как ожиревший на народной крови в период Второй мировой войны монополистический капитализм, оценивают иностранную помощь следующим образом. Если сравнить размеры поставок союзниками промышленных товаров в СССР с размерами производства промышленной продукции на социалистических предприятиях СССР за тот же период, то окажется, что удельный вес этих поставок по отношению к отечественному производству в период военной экономики составит всего лишь около 4%. Каким образом Вознесенский пришел к этому числу, неизвестно, потому что без американских пуговиц штаны бы попадали. Ну, в принципе, нормальный ров ПВП был затруднительно из-за отсутствия конвертируемости рубля, а сравнение счета на 2011 продукции некорректно по своей сути. Сам же Вознесенский в 50-м году был расстрелянным по Ленинградскому делу и, следовательно, не мог дать комментарии по поводу своих расчетов. Однако цифры в ПВП и, следовательно, не мог дать комментарии по поводу своих расчетов. Однако цифра в 4% в дальнейшем широко использовалась в Советском Союзе, как отражающая официальную точку зрения о значимости Ленд-Лиза, и многими историками используется до сих пор. Если среди зрителей есть те, кто на полном серьезе продолжает отстаивать цифру в 4%, несмотря на проведенные выше процентные соотношения поставленных ресурсов в произведенном, и, несмотря на общий вектор намеренного обесценивания любой союзной помощи, то... Ну, тут не совсем правильно смотреть в процентах, потому что процент техники, может быть, был такой-то в количестве, зато качество этой техники в некоторых сражениях как бы оказывалось решающим. Одно только продовольствие, чего стоит, это раз. Радио, что стоит, это два. То есть тут как бы в количестве, во-первых, точно не 4%, даже в количестве, там, минимум 16%. Во-вторых, явно не стоит недооценивать это все. У меня к вам большие вопросы. Как видите, объем помощи действительно трудно подвергать каким-то оценкам, хотя его общая стоимость в денежном эквиваленте доподлинно известна. Всего за время Великой Отечественной войны СССР получил помощи на 9,4 миллиарда долларов, включая расходы на транспортировку 11,3 миллиарда долларов. От этого значения в дальнейшем мы и будем... Это по тем временам, по тем временам. ...что в пересчете на современные цены составляет более 160 миллиардов. Но как же СССР расплатился за такие ценные и действительно необходимые в тяжелый период поставки? Дальше будет минутка скучной и неинтересной математики, но я считаю важным заострить на этом внимание, чтобы была чутливо видна динамика погашения долга. Дело в том, что обозначенная в самом начале видео фабула закона и не предполагала полного покрытия всех потраченных поставщиком расходов. Поэтому, исходя из первоначальных условий соглашений по анализу, а именно обязательства заплатить за уцелевшую военную и гражданскую технику с учетом их износа, американское правительство оценило общий объем выплат в 2,6 миллиарда долларов. Для первого этапа переговоров с советской стороной в 48 году сумма намеренно была снижена вдвое до 1,3 миллиарда долларов. Однако СССР был намерен заплатить только 170 миллионов и как следствие переговоры ни к чему не привели. На втором этапе в 49 году советская страна предлагала выплатить 200 миллионов долларов с рассрочкой на 50 лет, в то время как США настаивали на уплате миллиарда с рассрочкой на 30 лет. На третьем этапе переговоров в 51 году американская страна снизила требования до 800 миллионов, однако СССР все равно соглашался заплатить только 300 миллионов. Из-за последующего обострения отношений между странами переговоры не велись вплоть до 1972 года. Именно тогда было достигнуто окончательное соглашение в 722 миллиона долларов до 2001 года. СССР успел выплатить 48 миллионов долларов до середины 73-го, но из-за вновь обострившихся отношений, вызванных ужесточением международной торговли, дальнейшие выплаты прекратились. Возобновление переговоров по погашению долга произошло в 90-м году, и с вычетом уплаченных ранее 48 миллионов, требуемая сумма составила 674 миллиона долларов, которую Советский Союз уже не успел заплатить. После развала СССР Российская Федерация как правоприемник окончательно рассчиталась долгом по ландрезу только в 2006 году. Таким образом... ...как бы по сути даже не то, что не с половиной, я не знаю, сколько... ...если там было 10 миллиардов и выплатить нужно было... Что это за кредит, где тебе нужно выплатить одну какую-то двадцатую, что ли, часть? Из общего объема помощи в 11,3 миллиарда долларов США попросили выплатить за уцелевшую технику только 12% от этой суммы. Ну, нет, да, чуть больше одной десятой, я что-то хуево посчитал. Подождите, 11 миллиардов и из них примерно... ну, из них чуть больше полумиллиона... полумиллиарда. Блядь, подождите, 11 миллиардов и из них выплатили-то по итогу чуть больше полумиллиарда. Нет, одна двадцатая, все правильно, даже меньше. СССР, а затем и Россия согласились заплатить только 55% от назначенной суммы и... 50% от 12... Блядь, господи, да. А, ну тут же больше полумиллиарда. Ну, короче, получается чуть больше одной двадцатой. Вот так. Ссылочку сейчас дам. ...от общей суммы поставок. С учетом того, что сумма долго не индексировалась, исходя из уровня инфляции и при пересчете на современные цены составляет свыше 160 миллиардов долларов, реальная оплата долга по Ленд-Лизу составляет 0,4% от общей суммы иностранных поставок. Несмотря на это, в ходу популярен миф, что за Ленд-Лиз Советский Союз расплачивался золотом, добытым на Колыме. И пока по Тихому океану во Владивосток шли баржи, груженные цветными металлами, лекарствами и продовольствием, в Сан-Франциско шли баржи, груженные золотом. Как говорилось ранее, определенные взаимные выплаты деньгами и ценными ресурсами производились за Пре-Ленд-Лиз, то есть до ноября 1941 года, и они не входили в общий объем тех самых 11 миллиардов. Кроме этого, СССР расплачивался за поставки в рамках других соглашений, которые осуществлялись и помимо Ленд-Лиза. Подтверждение заблуждения о непосредственной расплате золотом приводит в случай с подубленным в 1942 году крейсером Эдинбург, на котором было 465 слитков общим весом 5,5 тонн. Что характерно, СССР получил треть от суммы перевозимого золота по страховке еще во время войны. А в 80-х годах по соглашению с главы искательной компанией Джессона Марин Рекаверис после поднятия имя золота Эдинбурга получили еще 2,3 от его общего количества. То есть, мало того, что это золото не было платы за Ленд-Лиз, мало того, что оно так и не добралось до союзников и мало того, что часть этой суммы была возвращена по страховке, так еще спустя 40 лет после окончания войны большая часть этого золота все равно вернулась в СССР. Подведем по всему вышесказанному итоги. Исходя из общего объема поставок по заказанной номенклатуре и его процентного соотношения в сравнении с тем, что в эти же годы производилась в СССР, значимость Ленд-Лиз для воевавшего с огромными потерями государства трудно переоценить. Есть ли современные критики? Это вот как рассчитать процент кредита? Я даже не знаю, он как бы отрицательный типа получается. Выдали в кредит, по которому надо отдать типа это не 6,5% там годовых, это не 6,5% за 50 лет, это 6,5% это все, что ты отдал вообще за... Хотя тебе выдали как бы по стоимости на 100% там чего-то. Пусть даже ценность этого была, ну, например, не ключевой, хотя, судя по всему, местами там это было очень ценно. И аналитики по какой-то причине считают это значение неверным? Или же и вовсе говорят, что СССР справился бы с врагом без какой-либо помощи, то им важно понять один простой факт. Эти поставки, чья транспортировка нередко была сопряжена с опасностью, комплектовались и присылались не просто так. Советское руководство само размечало заказ и указывало в нем те позиции, которые были необходимы в данный момент. И затем тем более еще это они не навязали нам типа вот, вот мы вам сейчас поможем. А как бы получается советское руководство просило Америку об этой помощи и Америка предоставила это. Хотя, хотя, видимо, многие не поддерживали этот прикол и американцам было очень выгодно, что два тоталитарных ненравящихся им режима друг друга как бы очень сильно ослабят. То есть там еще с этим с президентом было в самом начале озвучено, что он еще уговаривал Америкосов, что давайте-ка мы это сделаем. Такие, да ну их нахуй, пусть там ебошатся друг с другом. Нет, мы должны вот помочь врагам Гитлера. Ну, собственно, этого мы не можем выбросить из комплектования военного производства и военной экономики влияния Ленд-Лиза, потому что оно фактически стало неотъемлемой их частью. Но если у вас все равно есть желание пофантазировать на тему «Что если?», то подумайте вот о чем. Если бы союзники не прислали нам такое количество танков и самолетов, как бы обстояли дела на особо опасных участках фронта в самые тяжелые этапы самых судьбоносных битв? Каким было бы количество потерь без учета этой техники? Как сказалось бы отсутствие специализированной автомобильной военной техники на общей мобильности Красной Армии с учетом их многоцелевого назначения? Стало бы возможным так быстро проводить наступательные операции на заключительном этапе войны? Насколько своевременной была бы доставка ресурсов по железным дорогам? Ну, почитай, почему она ее туда скинула. Потому что японцы хуйнули по какому-то острову американскому американцы раз им дают пиздов, два им дают пиздов, говорят, типа, японскому императору или кому-то, что, слышь, ты пес охуевший, блядь, ну-ка быстро там то-то и то-то, блядь, сделай. Он говорит, не, нихуя. А они такие, ну, на тебе, блядь, сволочь, ебаная. И хуйнули по Хиросиме и на госяке. Это так, если коротко и очень криво и без подробностей расписывать. Примерно так было. То есть, после долгой, затяжной, блядь, с предупреждениями, со всей хуйней поебением, решили как бы максимально жёстко залупить острого дефицита СССР по этим позициям. Каким было бы качество связи между подразделениями без присланы по ленте изо радиоаппаратуры? Я не одобряю это, но я просто расписываю, почему и так произошло. ...связи на количестве потерь. Насколько было бы налажено производство военной техники, снарядов, боеприпасов без такого количества присыланных союзниками ресурсов? Смогла бы советская военная машина производить в таких объёмах всё для фронта и всё для победы самостоятельно? Смог бы вообще Т-34 стать самым массовым танком Второй мировой без присылаемого алюминия, вольфрама, резины и карусельных станков, с помощью которых он в принципе собирался? Насколько бы уменьшился боезапас советских танков, зениток и артиллерии без того количества пороха и взрывчатки, из которых делались эти снаряды? Насколько бы сократилось количество боевых вылетов советской авиации без того количества авиационного бензина, который был... Американцы столкнули два статалитарных... Ну я не говорю, что американцы столкнули эти два статалитарных режима. Я говорю, я не знаю, кто столкнул, но суть в том, что американцам это столкновение только на руку, только выгодно. А Польша как бы, ну, посередине оказалась и немножко охуела, конечно. Кто в итоге победил? Слушай, ну... Блядь... Тут можно ответить однозначно? Ну... Я все-таки отвечу так. Представь, что два человека дерутся или там сражаются насмерть, предположим, да? И... У одного, блядь, сломана рука, жопа, там, не знаю, выбит глаз, там, выбиты зубы, ухо как-нибудь там половано, еще что-то. А другой, вот все как бы, то есть у него все то же самое, может быть, даже еще больше, и он в конце концов либо умер, либо отправился в больницу, либо вот еще что-то. Ну, вот тот, который менее проиграл, как бы, да? Он вот... Ну, вот... Наверное... Наверное, СССР и союзники как бы победили. Но... Скорее, меньше проиграли, потому что в войне все-таки в моем представлении если это именно война, а не то, как, например, сегодня Россия надеялась с Украиной провести военную операцию, то есть, когда очень сильное государство устраивает какой-то пиздейшн в очень слабом, там... Какая там война? Так просто, блядь, залупы по губам поводить немножко каким-то дохлечкам и все, и уже, блядь, взять под свой контроль и сказать, пошли все нахуй. То есть, это не война, это нельзя, ну, как, блядь, вот, короче, то, как был Крым присоединен к РФ, ну, там же не было, блядь, войны. Нет, это просто, хоп, все, блядь, вы теперь под нами, окей, хули делать. Вот. То есть, если именно война, то есть, это взаимные потери. И там просто будет кто-то, кто менее проиграет. Вот. А выиграет всегда третий. То есть, как бы, когда дерутся два чувака, когда дерутся, значит, на политической арене, да, то есть, когда происходит сражение между двумя странами. Если, например, короче, если Америка с Китаем будут воевать, выиграет Россия. Я считаю так. Ну вот это да, кстати. Продовольствие там чуть ли не ключевая история. Политическая икра России и западного мира. Не знаю. Не уверен, что это так. Я допускаю, что это скорее борьба конкретного Путина и каких-то его соратников за контроль над своим местом, да, как бы, и все. Если учесть, что из-за неурожая был страшный разнимающийся в 47 году, не повторилась бы трагедия блокадного Ленинграда только уже в масштабах всей страны. Сколько бы еще миллионов человек прибавилось к тем 27 миллионам погибших в годы Великой Отечественной войны, если бы СССР, следуя вашим идеям, действительно справлялся только бы своими силами. Никто в здравом уме не будет утверждать, что без Ленд-Лиза СССР никогда бы не победила в этой войне. Но и в то же время никто в здравом уме не будет утверждать, что Ленд-Лиз не помог спасти множество жизней, многие из которых вполне могут быть конкретно вашими дедушками и бабушками. И даже если согласиться с Республикой Бой... Окей. ...где-то в 4% Ленд-Лиза и прийти именно к этой цифре, то просто задумайтесь, а не могли ли оказаться эти 4% той необходимой и недостающей составляющей, которая требовалась до полной победы? И хватит ли вам смелости выразить? Это как... Знаете, про 4%... Ну, в пиве тоже 4% всего лишь алкоголь, например, да, как бы... Но это самое, как бы, то, за что мы и любим пиво. То есть, приводя такую аналогию. С другой стороны, в моче 97% вода и 3% вся остальная хуйня, например. Хотя бы 4% благодарности за то, что наши союзники, несмотря на определенную выгоду, несмотря на проблемы в их собственных странах, несмотря на то, что они вообще не обязаны были нам помогать, сделали все от себя зависящее, чтобы помочь нашей стране в самый трудный и самый судьбоносный для нее период и при этом практически ничего не попросив за это взамен. Благодарю вас за терпение и просмотр. С вами был Благодарю, живите долго и процветайте. Это как типа за какой-то предмет, который стоит 10 тысяч, допустим, нас попросили вернуть 500 рублей. Или то, что стоит 100 тысяч, попросили 5 тысяч хотя бы заплатить. ну 6500, окей, 6,5%. Окей, очень интересное было видео, спасибо большое за донат человек с никонимом 532-311. Что тут скажешь? праздник со слезами на глазах. Продолжение следует...